Торговый центр Тургеневский уже убран. Вот это вот. А дальше АТО. Вот эта часть, которая сейчас стоит, просто покрашенная, пластиковая и поставленная. Орловские дизайнеры и несколько торговых центров, что в районе часового завода, предлагают объединить в один. Мега-центр. Все стеклянное и без дополнительных рекламных вывесок, чтобы вид города не портить. А вот таким архитекторы видят детский парк с летним кафе и еловыми аллеями. Проект площади перед администрацией города обещают каскадные фонтаны, цветочные клумбы. Вместо автомобильной стоянки – пешеходная зона. Скромно в углу разместился проект памятного знака во имя основания Орловской губернии. Лет 10 назад мы нашли в фондах Кровеческого музея картину, на которой изображен памятный знак, установленный еще и при Екатерине, в нишах которого были мраморные доски с текстом указа об образовании Орловской губернии. Наши работники предложили такой вариант, например, один из них – восстановить такой памятник, памятный знак или возле церкви Михаила Архангела в этом сквере, или возле здания областной администрации с противоположной стороны. Нереализованные проекты Орла – в основном реконструкция памятных мест, хотя кое-кто из людей творческих предлагает и совершенно новые решения. Скульптор Галина Князева вот такую композицию предлагает разместить в каждом парке. Может, каменные влюбленные не всем придутся по душе, но романтическое настроение навеют. Художник Владимир Балинов проект реконструкции дворянского гнезда выполнил карандашом. Черно-белая картина – как воспоминания из того времени, когда Лиза Калитина прогуливалась по бережку. Из чертова рва, где сейчас свалка мусора, художник предлагает сделать вот такой романтический бережок. Заканчивается регистрация на рейс «Орел Самары». Такие слова можно будет услышать от диспетчера Орловского аэропорта уже в 2016 году, если власти сдержат свое обещание и откроют воздушный вокзал. Начинающие дизайнеры аэропорт видят таким – стиль хай-тек вместе с минимализмом. Принесли много проектов, интересных, красивых. В основном отбор проходил по принципу, что в этих проектах должна быть отражена архитектурная часть или наши сады, парки, озеленение улиц. Ну и есть проекты интерьеров, если они касаются городских учреждений, культуры. Все проекты дизайнеры, художники и архитекторы предлагают претворить в жизнь к 2016 году, когда «Орел» будет праздновать свой 450-й день рождения. Концертный зал «Юбилейный» – это из разряда реконструкции. Дворец во имя празднования городского юбилея – новшество. Из нового – вот такие стильные остановки. И от ветра с дождем защитят и смотрятся эстетично. Не забыли молодые дизайнеры и о спортивной жизни города. Вот таким видят ипподром. Немного старинные, разбавленные современными материалами. Обещали принести проект «Метро», к сожалению, не принесли на эту выставку. Тоже, к сожалению, не принесли проект реставрации Орловского Кремля. Тоже о нем много говорили. Это очень интересно было бы. И посмотрите, наверное, если он будет реализован, тоже будет интересно. И вот мое личное пожелание как гражданин, чтобы там был ЗАГС. Рядом храм, там можно венчаться. В ЗАГСе уже совершить официально регистрацию брака. Посмотреть на нереализованные проекты можно в областном выставочном центре до 28 ноября. Потом высокие чины выберут лучшие на их взгляд работы. Понравившиеся проекты городские власти обещают притворить в жизнь 450-летию Орла. Татьяна Суворова, Владислав Гапеев для программы «Оперативный эфир». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова